Беременность – прекрасный и в то же время непростой период, когда в организме женщины происходит множество внешних и внутренних изменений. Невероятно выносливый и одновременно ранимый, он реагирует на многие факторы совсем не так, как до беременности. Даже банальная простуда может обернуться серьезными осложнениями. Лучше бы вообще не болеть в течение этих 9 месяцев. Но на практике это почти невозможно, особенно если беременность приходится на осень и зиму. В таких условиях приходится быть очень осторожной и беречься и от настоящих, и от мнимых рисков. Но если уберечься не удалось, лечение должно быть особенным. Многие медикаменты, полезные в обычное время, в период беременности могут навредить, а потому противопоказаны. Вот и приходится искать другие безопасные рецепты. К счастью, их тоже немало. Энтон Пепеп? Боль в горле – один из самых неприятных симптомов. Терпеть его ни в коем случае нельзя, ведь ваш ребенок чувствует мамин дискомфорт. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Эффективно и без вреда справиться с ангиной помогут следующие натуральные средства. Проявление фаренгита, воспаление слизистой оболочки глотки и танзелита, воспаление миндалин можно. Уменьшить с помощью напитка из сока половина лимона, 2 столовых ложек свекольного сока и 1 чайной ложки сиропа шиповника продается в аптеке. Заварите 1 столовую ложку сухой травы шалфея в стакане молока и выпейте перед сном. К утру боль в горле должна утихнуть. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Уменьшить неприятные ощущения в горле помогает облепиховое масло. Прежде чем глотать, подержите его во рту. Для полоскания больного горла используйте смеси с травы шалфея, листьев, эвкалипта и березы. Эти компоненты залейте кипятком, процедите настой через полчаса. Другой рецепт травяного полоскания – трава полевого хвоща, цветки бессмертника, листья и цветки малины. Настаивайте так же, как в предыдущем рецепте, полощите больное горло каждые 2-3 часа. Теплая настой эвкалипта, зверобоя, календулы и ромашки для полоскания эффективны и без дополнительных компонентов. Разведите свекольный или луковый сок в кипяченой воде в пропорции 1-1. Полоскание этим раствором нужно повторять через каждые пару часов до уменьшения боли. Хороший результат беспобочных эффектов дают паровые ингаляции. Универсальный рецепт. Компоненты заливаются один стаканом кипятка и настаиваются в течение часа. После этого приоткройте крышку и подышите над горячим паром. Для такой фитотерапии можно использовать цветки ромашки, цветки бузины, листья мать и мачехи и подорожника. При этом не забывайте, что далеко не все натуральные средства безвредны. Компоненты растений, некоторые процедуры действуют на ослабленный организм даже сильнее искусственной химии. Что касается фармацевтики, то некоторые лекарства прошли тестирование и доказали свое право на использование во время беременности. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Если собираетесь воспользоваться промышленными медикаментами, внимательно читайте инструкции, особенно графу противопоказания. Можно считать условно допустимыми такие аптечные препараты. Фаренгосепт. Рассасывайте таблетку после еды и за 2-3 часа до следующего приема пищи или питья. Люголь – вещество для смазывания больного горла. Лизобакт. Таблетку нужно держать во рту до полного растворения. Это средство часто прописывается и беременным, и кормящим грудью женщинам. Эфизол. Таблетки для рассасывания. В отдельных случаях их назначают даже детям. Но все же старайтесь как можно дольше избегать химических лекарств. Намного предпочтительнее полоскание горла растворами соды, йода, морской соли. Обильное теплое питье с лимоном и малиновым вареньем облегчает болезненное состояние, угнетает воспалительный процесс и вымывает из организма болезнетворные бактерии. Боль в горле нередко усугубляется кашлем. Ваша задача в таком случае – не допустить развития бронхита. Сухой кашель можно облегчить ингаляциями с ромашкой, липой, шалфеем, подорожником. Эти растения обладают противовоспалительным и успокаивающим действием. Когда слизистая гортань немного смягчится и отойдет мокрота, кашель станет влажным. Это время для отхаркивающих средств. Используйте настой череды, тысячелистника, эвкалипта. Все эти процедуры показаны в течение первых двух-трех дней после начала кашля. Если они не помогут за это время, обязательно обратитесь к врачу. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Грамотный специалист должен исключить развитие пневмонии, крайне нежелательной во время беременности. Больное горло может стать причиной потери голоса. Если это произошло и с вами, не напрягайте голосовые связки и не пытайтесь разговаривать громким шепотом через силу. Вернуть голос помогут ингаляции теплым паром по описанным выше рецептам. Противопоказания многие традиционные средства лечения беременным запрещены. В частности, во время беременности нельзя принимать спирт, спиртовые препараты. Вредит развитию плода, чреват отклонениями, может усложнить течение беременности. Даже небольшое количество попадает в кровеносную систему ребенка, а выводится из нее в два раза дольше, чем из вашей. Иммуностимулирующие фитонастойки на спирту. Алкоголь в сочетании с женьшенем, лимоником и хинацией солодкой повышают артериальное давление. Ни вам, ни вашему ребенку не нужна эта дополнительная нагрузка на сердце. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Сосудосуживающие препараты. Есть немалый риск воздействия на артерии плаценты и нарушение кровоснабжения плода. Мед во второй половине беременности может стать причиной аллергии у будущего ребенка и диабета у вас. Горячие ванны способствуют общему перегреву организма. И ноги тоже лучше не парить. Во время этой процедуры кровь приливает к ступням и недостаточно питает плаценту. Аспирин. Этот привычный препарат влияет на рост плода и повышает угрозу выкидыша. Делать флюорографию и рентгеновские снимки. Облучение влияет на развитие нервной системы ребенка. Словом, беременность – совершенно особенное состояние тела и души будущей мамы. Чтобы родить здорового ребенка, приходится соблюдать множество правил, учитывать неизбежные изменения образа жизни. Вспомните хотя бы искажения вкусового восприятия, которые успели перейти в разряд анекдотов. На самом деле, так называемые капризы беременны имеют под собой серьезную и обоснованную почву. Озвучено Яндекс Спичкит. Мудрая природа таким образом старается защитить будущую маму и ребенка внутри от возможных внешних опасностей. А таких опасностей немало. И даже если вы крайне осторожны, старайтесь свести к минимуму посещение многолюдных мест и общение с потенциально заразными окружающими, коварная бацилла может принести кто-то из домочадцев. В таком случае не паникуйте, а принимайте правильные меры и будьте здоровы. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.